шалом дорогие друзья меня зовут александр гольберг я рад быть с вами мы продолжаем разговор о таре о законе моисеевом сегодняшняя наша программа носит под заголовок ешуа под тарой или над ней вопросительный знак ответ да самой первой программе на эту тему мы говорили о том что ешуа соблюдал тару для среднестатистического христианина эта мысль может показаться необычной непривычной поскольку в христианстве распространено предубеждение к закону поэтому считается что ешуа или как минимум сильно изменил тару моисееву или просто упразднил ее пригвоздив к своему кресту до пригвождения тары мы еще доберемся а пока давайте выясним изменили ешуа тару действительно и если да то в чем именно начнем самых первых его слов о таре которые записаны в евангелии от матфея в 5 главе стихи 17 и 18 говорят нам в дословном переводе с греческого языка следующее не сочтите что я пришел уничтожить закон или пророков не уничтожить пришел я но и дальше стоит греческое слово плироссай она означает наполнить дополнить совершить или исполнить одно из этих значений него есть все они которые из них именно в нашем случае нужно здесь применять мы сейчас разберемся по крайней мере мы видим уже сейчас что первое заявленное самим ешуа цель его в отношении тары и пророков это не уничтожить то есть не отменить а исполнить их в том же смысле в каком исполняются например пророчества откуда мы это знаем давайте поговорим например тара говорит о жертвах искупление ритуальном очищении скини и освященстве все это пророчески указывала на ешуа и когда он принес себя жертву это было последнее и окончательное жертвоприношение в котором все эти постановления тары исполнились то есть пришли к своему завершению об этом много и подробно написано в послании к евреям поэтому сейчас мы не будем эту мысль развивать и именно по этой причине когда храм в семидесятом году нашей эры был разрушен и жертвоприношения в храме тем самым прекратились священники тоже не могли тогда уже выполнять своих обязанностей многие из своих обязанностей по крайней мере для последователей еще это событие не было катастрофой соответственно если на храмовой горе в иерусалиме где сегодня стоят две мечети однажды на их месте снова появится иудейский храм в котором будут совершаться жертвоприношения предписываемые тарой то заранее ясно что эти жертвоприношения будут недействительными в том смысле что они не будут иметь искупительной силы и то же самое можно сказать и о священниках которые будут их совершать эти жертвоприношения последние две тысячи лет первосвященником является сам еще и насколько я знаю он не собирается уходить на пенсию чтобы передать свою работу кому-то помоложе на мой взгляд он вполне вполне справляется со своими обязанностями и довольно хорошо еще также исполнил еще одну часть тары своей жизнью он исполнил библейский календарь который дает тарам это тоже отдельная большая тема и поэтому здесь мы коснемся ее вкратце но что мы видим с вами пессах праздник свободы и избавления от рабства в египте в память об исходе важнейшим элементом этого праздника как мы с вами знаем было жертвоприношение агнца 14 день месяца ниссана и в этом именно в этот день в пессах еще умер в качестве агнца божьего который понес на себе наши грехи для чего для того чтобы совершить более великий исход исход из под власти греха след за праздником пессах идет хага бекурим праздник первых плодов который указывает на его воскресение из мертвых и дальше идет праздник шивот то есть пятидесятница когда еще излил святого духа на своих учеников это весенние праздники пророческое исполнение которых состоялось во время его первого пришествия но есть еще осенние праздники и я верю они связаны с его возвращением это праздник труб он называется в таре именно так праздник труб который в традиции еврейской называется роша шана или еврейский новый год хотя у нас есть несколько новых годов календаре затем идет йома кипурим день искупления и наконец суккот то есть праздник кущи который отмечался изначально в связи со сбором с окончанием простите сбора урожая и наконец третий аспект того как именно еще исполнил втору и пророков в нагорной проповеди несколько раз встречается такое выражение вы слышали что сказано древним далее идет цитата из старые и потом он говорит а я говорю вам если не вдумываться ни слова тары не в то что говорит сам еще то а может показаться что этой формулой вы слышали что сказано а я говорю вам он упраздняет слова тары и заменяет их своей собственной заповедью но при внимательном чтении легко увидеть что никакой заместительной теологии тут даже и не пахнет вот например здесь вы слышали что сказано древним не убивай кто же убьет подлежит суду а я говорю вам говорит еще что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду тоже скажет брату своему урока то есть пустой человек подлежит синедриону кто же скажет безумный то есть глупец дурак подлежит гиене огненной что здесь происходит еще не дает нам право на убийство которое было у знаменитого агента 007 по имени джеймс бот наоборот он идет в глубь он идет от поступка к тому что порождает его внутри нас в нашем сердце и уме с чего начинается убийство одна из возможных причин это гнев если человек не умеет справляться со своим гневом то он может начать с повышения тона затем перейти на крик на бросание предметов на ругань на оскорбление а затем и к рукоприкладство может перейти и не дай бог следующий шаг это разумеется уже убийство то есть поэтому мы понимаем что хотя гнев сам по себе это эмоция вполне легитимная есть приемлемые и неприемлемые проявления гнева соответственно еще нам говорит что неприемлемые проявления гнева то есть такие как оскорбление пустой человек дурак и другие настолько же опасны как и само убийство и соответственно его цель в этом которую он ставит перед нами не просто предотвратить убийство и не нам наша цель не просто удерживаться от того или иного поступка даже не просто следить за нашими словами а всеми силами стремиться к миру с людьми дальше он говорит именно об этом если вы прочитаете матфея пятой главе и в том же самом ключе он говорит о заповедении прелюбодействуй потому что прелюбодеяние это созревший плод который вырастает из чего из компромиссного поведения в момент искушения принцип тот же самый что и с гневом то есть вершки растут из корешков и посему зри в корень то есть разбирайся с компромиссом потому что если ты не разберешься с ним то рано или поздно он разберется с тобой и таким образом еще не отменяет запрет тары на грех но то что он делает он дает свои определения греха в наших примерах которые мы привели сейчас определение убийства и прелюбодеяния для него грех это не только поступок и даже не нами а также и намерение и слова которые то есть те семена из которых этот поступок вырастает вот что такое грех в его понимании этот третий аспект исполнения им тары и пророков то есть он наполняет заповеди тары более глубоким смыслом но как же насчет изменения тары да еще действительно в чем-то ее изменил но прежде чем даже мы будем говорить о том что он это сделал возникает вопрос он в чем-то изменил тару да как он мог кто дал ему на это право ответ очень простой ему не нужно было спрашивать на это разрешение ни у кого он мессия он сын божий он бог он не просто очередной законопослушный еврей а законодатель и поэтому последнее слово и о смысле заповеди тары и об их действенности оно именно за ним что же именно он изменил несколько вещей например заповедь о разводе моисей позволил разводиться но и шоу говорит что это было сделано как уступка греховной природе нашей моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими а сначала не было так написано в матфе 19 главе 8 стихе и далее еще цитирует книгу бытия и восстанавливает первоначальный порядок тот порядок который был еще при сотворении до грехопадения кто кроме него мог это сделать конечно же никто то же самое мы видим в истории с одним из исцелений который он совершил в субботу когда его спрашивают почему он нарушает субботу он говорит слова которых кроме него не мог сказать никто послушайте отец мой до ныне делает то есть работает совершает работу в субботу и я делаю это и она 5 глава 17 стих обычно в своих дебатах с фарисеями он обличал их в непонимании смысла заповеди о субботе то есть он говорил что суббота для человека человек не человек для субботы он говорил что вы сами не нарушаете субботу все равно потому что не соблюдаете простите субботу все равно потому что как только скотина захочет попить вы все бросаете и бежите с этой скотиной на водопой но в этот раз у него аргумент совершенно другой он фактически говорит я подчиняюсь не вам и не вашим постановлениям и даже не моисею а единственно своему отцу еще один пример очень важный когда кешуа приводит женщину взятую в прелюбодеянии это восьмая глава евангелия и она его спрашивают моисеев законе заповедовал побивать таких камнями ты что скажешь конечно они пытались расставить ему ловушку тем самым еще дает такой ответ что в результате моисеев закон в этом случае был нарушен женщина согрешившая осталась жива потому что никто не бросил в нее ни одного камня тем самым еще изменяет практику вынесения смертного приговора грешнику которая была составной частью тары вопрос почему он делает все это потому что он не просто учитель тары он мессия который заключает с домом израиля и домом иуды новый завет прежний завет констатировал факт греха он называл грех грехом он сдерживал этот грех и он приспосабливался к греху как неизбежной реальности отсюда например позволение разводиться которым еще говорил с фарисеями новый же завет освобождает от греха и в этом принципиальная разница и поэтому восстанавливается изначальный порядок тот который был до греха падения он не восстанавливается вот так в один момент это процесс но тем не менее именно это происходит и поэтому грешник не карается смертью на месте преступления чтобы он мог воспользоваться шансом измениться который теперь в новом завете может быть ему предоставлен грех больше не приклеен грешнику намертво так сказать он теперь может быть отделен от него и в этом все дело грех по-прежнему считается грехом но слова и шо сказанные грешницы я не не осуждаю тебя сказано сегодня всем нам тем кто в нем нет осуждение закона и благодаря этому также и следующие его слова иди и впредь не греши тоже имеют силу потому что благодаря единению с ним в его смерти и воскресенье власть греха над нами может быть разрушена это и есть евангелие благая весть и услышав эти слова может быть вы говорите ой ну слава тебе господь наконец-то мы пришли к благодати а то все закон да закон я понимаю вас а о том как на самом деле соотносится благодать и закон мы поговорим в нескольких следующих программах оставайтесь с нами спасибо дорогие друзья шалом мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте oasis media в 2013 году в январе мы запустили этот проект и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов чтобы интересующиеся могли понять рассмотреть и выучить какие-то аспекты библии с еврейской позиции уверен что это помогает вам у вашей вере чтобы становиться и возрастать и понимать писание намного больше вместе с этим я хочу напомнить вам что этот волонтерный добровольный проект мы ведем выкладываясь полностью и лучшие люди работают над ним это стоит нам денег я не очень люблю просить но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой если господь располагает вас ни в коем случае вы ничего не обязаны и вы все-таки захотите пожертвовать два пять три доллара сколько захотите то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита давать вам видеть большее количество учений и я уверен что это будет благословение и для вас и для нас мы создали такую возможность если вы нажмете вот на эту кнопку донейт пожертвовать и войдете в нее то там будет возможность через paypal систему сделать небольшое пожертвование это будет благословением уверен для нас уверен для вас пусть бог благословит вас спасибо что вы с оазис медиа и 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 Продолжение следует...